Меня зовут Сергей Пузынков, я руководитель группы разработки поисковых интерфейсов в Яндексе. И сегодня я хотел бы с вами поговорить про BAM немножко, ну и соответственно про Node.js. Давайте сделаем так, микроопрос. Кто знает, что такое BAM? Ну хотя бы, ну отлично, как эта секта присутствует. Хорошо, еще пару вопросов. Кто использует BAM не только как, не знаю, методологию написания CSS, а и, например, JS, серверный JS? Есть такие? Нет, пока нет, отлично. Значит будут. Это у нас будет тогда такая метрика, кто перешел на следующий уровень мастерства. Собственно говоря, очень часто слышу от тех, кто в принципе пока не использует BAM или те, кто с ним знаком и хотел бы, наверное, поиспользовать BAM, фразу о том, что BAM это про очень большие проекты. Ну изначально так оно и вышло, что в Яндексе мы его когда придумали, он предназначался именно для разработки сервисов Яндекса, и это обычно масштаб достаточно большой. И собственно все как бы на конференциях очень часто слышали такой аргумент. Да у меня домашняя страничка, у меня там вообще одна страничка, что я буду вот BAM этот использовать. Вот. Я, ну, наверное, тоже в какой-то момент был такого мнения, что, ну, наверное, для маленькой странички BAM тут может и не понадобиться. Вот. На самом деле, если говорить про размеры проекта, опять же, они все бывают достаточно маленькие. Ну, я не говорю сейчас про настолько маленький проект, да, тут возможно BAM и не понадобится, хотя тоже можно отлично оформить там свою рабочую директорию. Вот. Но если говорить про маленькие проекты, давайте для простоты общения возьмем за пример что-то по типу этого. Landing page. Ну, обычно это одна страница, правильно? Маленький проект. Все согласны? Ну, спят еще. Хорошо. Вот. Собственно говоря, если говорить про landing page, на самом деле действительно, в принципе, одна страница и проект по меркам того же Яндекса, и не только Яндекса, считается достаточно маленьким. Вот. Еще, если подумать, так тут же вообще все статика там, все взяли, положили и все, и отлично. Вот. Собственно говоря, я думал абсолютно точно так же. Я думал, зачем мне этот BAM? И, не знаю, год назад где-то я решил сделать, ну, помимо работы в Яндексе, решил сделать свой небольшой бизнес-проект. Это проект, посвященный штампам, ну, там, персональным штампам для, экслибрисам для личных библиотек и так далее. Ну, в детстве я любил штампы. Вот. Собственно говоря, проект этот я таки запустил. И как я его запускал? Понимаю, что нужно сделать... А, ну да, все началось хуже. Я же как настоящий разработчик пришла так. Надо сделать что-то продающее. Что-то продающее, это значит сайт. Я взял Magento этот, птеродактиль такой, как завод такой. Я его как-то кастомизировал. Главное, я его запустил в прот. На него не пришел ни один посетитель, я его закрыл. Вот. Понял. Да как он тут разберется в этом? Ну, ужас. Думаю, надо лендинг пейдж. Вот, почитал много умных статей по, там, по маркетингу, назовем это так. Понимаю. Лендинг пейдж – самая удобная кнопка. Хочу купить. Все. Максимально, как бы, короткий путь от процесса того, что клиент хочет, к процессу того, что он это получит. Собственно говоря, думаю, так, хорошо. Делаем лендинг пейдж. Начал разрабатывать. Ну, собственно говоря, из рабочей силы, которые были на проекте, был один я. Вот. В различных ипостасиях. И начал я, собственно говоря, с разработки, ну, назовем его, прототип. Да. То есть я решил вот выбрать одну нишу. Это печати для личных библиотек. Они называются экслибрисы. И решил сделать вот эту вот лендинг пейдж. И вот тогда у меня закралась мысль. А давай-ка я попробую сделать его без бэма. Ну, потому что количество бэма и слово бэм на работе зашкаливает. Думаю, вот попробую без него. Что из этого выйдет? Вот. Собственно говоря, верстку страницы я решил делать, опять же, очень не по бэму. Ну, бэма методология, если кто знает, там, особенно связанная с CSS, да, она не подразумевает каскада стилей. Думаю, сделаю каскад. Ну, знаете, как вредительство такое у себя в проекте. Думаю, сделаю каскад. Хорошо. Вот. Ну, и, в общем, начал делать этот прототип. В принципе, статический HTML файлик. Вот. Дело я его делал. Единственный вопрос был, как отправлять заказы. Опять же, максимально хотел быстро попробовать, ей вообще это работает или нет, да. И взял нод, на которой стоит экспресс, и там поставил модуль нод-мейлер. То есть, собственно говоря, заказ, когда клиент отправлял, он там вписывает свое имя, e-mail, телефон. И это все отправляется просто мне в почту. Ну, и плюс ему в почту, да. Вот. Максимально легко, максимально быстро, чтобы проверить для начала идею. Хорошо. Все это работает. И я даже запустил. Вот. Но тут, как бы, вдруг случилась необратимая ситуация, которая случается во всех проектах. И если вы говорите себе, да у меня одна страничка, я никогда ее не буду менять, и там ничего не будет разрабатываться, меняться, и вообще это просто статика, не верьте себе, не надо себе доверять, потому что это будет не так. Так, собственно говоря, изначально мой проект, ну, действительно был красивенький, чистенький. То есть, вот, ну, так, все по полочкам, и даже этот CSS с каскадом, он не так сильно мешал, и он помещался, ну, не знаю, там, скроллов на 10, наверное, такой, не минимизированный, да. Все вроде красиво, чисто, вот. Но, получается такая ситуация. Я понимаю, что я запустил это в продакшн, клиенты как-то не особо там что-то покупают. Я смотрю по веб-визору Яндекс.Метрики, как они себя ведут. Понимаю, что так, наверное, нужно этот блок сюда переставить, этот блок поменять, здесь поменять описание, а здесь еще добавить каких-то изменений. Начал это все менять, начал добавлять новые блоки, потому что понял, не хватает некоторым клиентам информации, там, новых фотографий и так далее. Вот. В общем, очнулся я где-то через месяц в состоянии, что мой проект уже не такой чистый. С одной стороны, вот, можно открыть ноутбук вот на этом столе и как-то продолжать работать. Ну, то есть, в принципе, работать можно, но удовольствия это уже никакого нету от работы с таким проектом. И, соответственно, начинаешь путаться. И тут, как бы, на коне врываются следующие проблемы. А как реиспользовать код? А как, ну, как кому-то это отдать потом на поддержку? Вот тут вот я, кстати, понял, что, опять же, не всегда тот код, который вы напишете, будете поддерживать дальше вы. Я понимаю, что, ну, мне, наверное, если я потом хочу заниматься больше бизнес-частью, мне на код надо будет кого-то другого. Вот. И вот в этот момент мой CSS, наверное, я не знаю точно, но мне кажется, что он в минимизированном формате уже начал стремиться к десяти скроллам. Вот. Но в неминимизированном что-то найти было очень-очень сложно. И, в общем, я понял, что все, я, наверное, уже вот смирюсь и внесу немного бэма в свою жизнь. Вот. И что я первое сделал, хотя бы хоть как-то себя разгрузить. Я решил, новые блоки, которые буду добавлять, и их добавлялось много, я их делал уже полностью именно бэмверстку, да, вот. И просто повыносил их в отдельные блоки и потом импортами повключал. Причем вот так вот, сам руками, без всяких dependency. Ну, единственное, минификацию делал с криптами. Вот. В общем, началось все с этого. Идею, бизнес-идею я саму проверил. Оно вроде работает, но тут понял, что немного неправильно выбрал нишу. И, наверное, мне нужно попробовать другую нишу. Сделать второй лендинг-пейдж, который будет очень похож на тот, что был, но немного с другим контентом. Соответственно, получилась такая ситуация, что мой проект должен из одного как бы вырасти в два. При этом я очень, ну, как бы плохо отношусь к копипасту, и обычно после него хожу руки мыть, а потом все исправляю. Вот. И поэтому на этот момент я понял, что все, что я там наделал, будем считать прототипом. Я проверил идею, и, в общем, я решил это все выкинуть и написать все заново. Вот. Почему? Кроме того, что я понял, что я сейчас сделаю один клон, у меня будет еще много-много других клонов. То есть, кроме там штампов для книг, я буду делать еще штампы для хендмейн-специалистов, там, не знаю, для рельефной печати, там, корпоративные, адресные штампы и так далее. То есть, я понял, что у меня эта страница будет размножаться. Причем все страницы будут выглядеть примерно одинаково. Будет примерно один и тот же контент, но он разный. И нужны какие-то различные кастомизации под разные страницы. Вот. У меня было несколько вариантов, конечно, по поводу того, как это писать. Но я понял, что мне уже просто обычными статическими HTML-файликами с этим не справиться. Нужен и шаблонизатор, нужен какой-то, наверное, фреймворк, потому что они не должны у меня быть отдельно стоящими, а я хотел бы уже и переключаться между ними, этими страничками. И, в общем, много-много различных факторов. Я подумал и решил, давай я сделаю это все на БМНОДе. У меня опыт был работы с БМНОДой именно в Яндексе. Мы, ну как бы, в Яндексе на движке БМНОД разработано много различных сервисов, причем они высоконагруженные и быстро работают. И я подумал, почему нет? Попробую. В принципе, понимал, что для большого проекта они отлично подходят, а как он подойдет для вот такого вообще, в принципе, single-page application, но который состоит всего из нескольких страниц. Посмотрим. Вот. В общем, решился на него. Что он внутри себя представляет? Ну, в первую очередь, БМНОД, он, как это сказать, использует методологию БМ не только для CSS, но и для серверного JS, для клиентского JS, ну, то есть вообще для всего кода. Для тех, кто хочет впустить БМ в свою жизнь, еще этого не сделал. Вот BAM.info, там много всего интересного. Почитайте. Вот. Я, в принципе, вкратце расскажу, какие плюшки дает сам по себе БМ, и в том числе и используя его в ноде. Вот. На самом деле, в первую очередь, интерфейс весь ваш состоит из каких-то независимых блоков. Собственно говоря, именно это я понял при разработке вот моих вот нескольких этих лендинг-пейджов. Почему? У меня каждая страница – это набор каких-то блоков. Например, на каждой странице у меня есть, или, кстати, на некоторых нету, там блок с фотографиями, есть блок с описаниями, есть блок с заказом. Причем вот блок заказа, например, на одних страницах он один, на других страницах он другой. И, соответственно, я могу очень гибко для каждой страницы набирать эти блоки как конструктор лего и собирать свой, ну, назовем его домик. То есть я собрал для каждой страницы свой набор лего-блоков и построил из них интерфейс. Лего-блоки эти еще, кроме того, что их можно легко так соединять друг с другом, их еще очень легко модифицировать. Это как раз то, что мне нужно было. У меня, например, ну, не знаю, блок какой-нибудь с описанием, что же это. Он содержит там, не знаю, фотографию и какой-то текст. Основная обвязка, то есть как он выглядит, как он вставляется, его там базовый HTML-код, все это, оно уже написано. Я лишь модифицирую те части, которые у меня как-то отличаются. При этом я могу модифицировать как функциональность этих блоков, так внешний вид, так и контент. То есть здесь абсолютно все равно. Вот. Я не знаю, кто был сегодня на самой первой лекции в секции Frontend про мультисайтовый, там вот, сптеродактильный. Хорошо. Смотрите. Ребята что делали? Они сделали один движок, на котором там 500 сайтов, и они все эти 500 сайтов релизят. Вот. Я как раз задавал вопрос, а почему не сделать это как-то common частью, которую ты подключаешь, но релизишь все по отдельности. Собственно говоря, БЭМ позволяет, методология БЭМа позволяет именно это делать. Когда у вас есть такие, ну мы их называем контрибы. Контрибы бывают разные. Например, у вас есть, вы можете себе сделать такую библиотеку блоков отдельную. У вас есть какие-то common блоки. Например, не знаю, на всех абсолютно ваших сайтах вы используете head, body. В head вы накидываете различные там подключения стилей, или там какой-нибудь там jQuery. у вас есть title, у вас есть, не знаю, там подключение еще скриптов и так далее. Все эти части у вас есть на многих сайтах. Вы можете себе отдельно сделать библиотеку, в которой вы поместите шаблоны, CSS, JS, которые у вас используются на абсолютно всех сайтах. Положили их. Хорошо. Дальше у вас есть часть, которая про базовые компоненты. Например, вы на многих сайтах своих используете, не знаю, кнопочки кастомные, да, то есть, ну, короче, свой bootstrap вы придумали, сделали, он у вас красивый, вы его используете. Вам не нужно тянуть весь bootstrap, в котором там еще куча птередактилей и непонятных зверя есть. Вы написали свои кнопки, допустим, вы положили это в какие-то базовые компоненты. Там у вас ссылки, кнопки, не знаю, там, радио-баттоны, чек-боксы и так далее. Все кастомное, все ваше красивое. Вот. У вас есть, ну, я здесь их назвал модули, но, допустим, у вас есть какие-то вообще как блоки функциональности, то есть там, не знаю, фотослайдер. Вы его положили отдельным блоком. И так у вас получилось одна или много различных библиотек блоков, которые вы можете использовать на абсолютно ваших разных сайтах. При этом, самый главный момент, сразу задает вопрос. Ну, так подождите, у меня кнопочка, вот, там, не знаю, базовая, она лежит в сером цвете, а здесь у меня она должна быть, там, желтая, красная, зеленая, а здесь она у меня должна быть со значком Бэтмена внутри и так далее. Вот. Все это отлично решается в БЭМе с помощью уровней переопределения. Когда вы подключаете общую библиотеку блоков, это один уровень переопределения. Если вы написали в своем проекте тот же самый блок, ту же самую кнопочку, ну, то есть вы пишете, там, блок баттон, и в него кладете реализацию кнопки с Бэтменом, то, собственно, на вашем проекте будет использоваться именно она. И так далее. Это касается и функциональности, допустим, серверного ноде JS, и, там, клиентского JS и так далее. Соответственно, вы можете очень легко кастомизировать и подгонять, ну, под нужды вашего конкретного сайта, то, что те библиотеки, которые, там, комоновые, у вас уже лежат. Если говорить непосредственно про БЭМ-Нод, вот, какие у него еще особенности свои. Ну, на самом деле, БЭМ-Нод, как бы тот же самый БЭМ, да, только на Node.js, вот, он тоже модульный. То есть, вы, получается, каждый модуль, который вы пишете, это ваш блок, он может быть с визуальным представлением, это может быть блок без визуального представления. Ну, то есть, давайте так, образно. У вас есть какая-нибудь менюшка. Соответственно, у вас есть серверный JS-файл, в котором лежит, как эта менюшка строится. При этом, для того, чтобы получить данные, ну, для построения этого меню, ну, очень допустим, вам нужно сходить куда-то за этими данными. В HTTP API, к примеру. Соответственно, у вас может быть один блок про отображение меню. Отдельный блок может быть, который не имеет визуального представления, про поход за данными. То есть, это блок такой вспомогательный, который куда-то ходит за данными. Причем, что куда, абсолютно не важно. Вы в какой-то момент решили, что мы уже не ходим в базу данных, у нас теперь по HTTP API отдается меню. Соответственно, вы меняете вот эту прослойку, меняете сам поход за данными, при этом сам, как бы, уровень про отображение этого меню у вас абсолютно никак не меняется. То есть, блоки могут быть абсолютно различные. И все они, главное, разделены. Когда у вас какая-то проблема с меню, вы знаете, что у вас проблема с меню. А не, сейчас я найду, вангую, что где-то в этом районе. Вот. Дальше. Шаблонные все на JavaScript. И, ну, раз у нас JS конференция, наверное, это вас будет радовать. Вот. Еще из радостных новостей, и самых главных, почему, в принципе, бомбинот-то я и взял. Рендер происходит что на клиенте, что на сервере. Хоть это и сингл-пэйдж-аппликейшн, здесь нету такой фишки, что с сервера мы передаем там какой-то базовый HTML, и все данные мы передаем там в JSON, а потом каким-нибудь, не знаю, каким-то там фреймворком, не будем говорить каким. Мы это все пытаемся отобразить на странице. Важным отличием является то, что, если мы делаем первый запрос за страницей, у нас вся шаблонизация происходит на сервере, и клиенту отдается уже готовый с рендеренной HTML. Если клиент переходит, например, по страничкам, то есть шапка там, боковая панель, подвал, мы можем не менять, мы перерендериваем только среднюю часть. При этом при втором запросе мы ходим на сервер только за данными, а шаблонизация уже происходит на клиенте. Какой плюс? Ну сразу вопрос. Типа лендинг пейдж, это же нам надо раскручивать, типа там SMM, все такое. Вот. Как это сделать? Ну вот отличный вариант. Роботы приходят, проиндексировать вашу страницу, делают запрос, им все отображается с сервера. А клиент жмякает по кнопочкам, ему отображается все с клиента. Все рады и счастливы. Продолжаем. Блоки сами получают нужные данные. В этом, кстати, был один такой момент, мне было интересно, как же, ну вот, тоже меню, да, о том, что, как я могу быть независимым, да, это же независимые блоки, как меню может быть независимым, если он же должен получать как-то данные, а если мне придет большая портянка или несколько из различных источников, как я оттуда буду получать данные, так вот, за вас это все делает бемнода. Вы абсолютно не думаете. Вы в каком-то месте говорите, ну, нужны данные, и все. В какое бы вы, в какое место бы вы потом это меню не перенесли, оно будет знать, что я знаю, куда ходить за данными, и, в принципе, оно самодостаточное получается. Вы можете его менять, переносить и так далее. Это очень удобно. Ну, и легко делать ручки. То есть вопрос, обычно это еще, ну, как бы встречаешь, что, ну, ладно, сайт понятно, там, как вывести эту страницу, там, про рендеринг и так далее, а я хочу, там, не знаю, какие-нибудь делать API-ручки для того, чтобы данные передавать, либо, там, постить форму в них, еще что-то. Это тоже все без проблем. То есть вы делаете просто роуд, в котором нет визуального представления. Соответственно, вы отдаете не HTML впоследствии, а, не знаю, там, JSON, допустим, да? Вот. Соответственно. Что еще умеет нода и с чем я работал, например, мне очень понравилось с этим работать. Я работал с сервисами, которые запрасывают очень-очень много внешних данных. То есть, там, поиск по блогам и так далее. Когда у меня было много-много запросов на страницу от различных источников. И пока мы особенно разрабатывались, это, как бы, было насущно. Потому что бакенщики наделали там много различного API и у кого-то что-то сломалось. И начинается. Если, как бы, в обычном мире, получается, очень часто как? Что-то сломалось, у нас не пришел ответ, сдох весь сайт. Ну, там, пятисотит. Вот. Здесь намного проще. Здесь бомнода позволяет вообще просто из коробки сделать следующее. Если у вас какой-то блог недополучил какие-то данные или он падает с ошибкой внутри, в себе, то он просто не отображается. То есть, в базовом варианте он просто не будет отображаться на странице. Теперь представляем, допустим, почему это может быть, ну, как бы, удобно. К примеру, у вас сайт, на котором много различных блоков. У вас есть блок, давайте, предположим, с погодой. И вы получаете погоду от какого-то внешнего партнера. Да? Ну, и что-то там программисты их накосячили, они положили эту ручку или поменяли API вдруг, и у вас блок стал ломаться. Вот. Очень часто вижу, когда ошибки, в принципе, не отлавливают, и поэтому, как бы, там все сломалось, и сломалось ваше приложение тоже. У вас сайт тоже там дает 500 красивую, вот. И вы теряете деньги, славу посетителей. Вот. В принципе, здесь такой проблемы не будет. У вас просто схлопнется блок с погодой. И все. Все остальное будет отлично отображаться. Вы можете написать свои сценарии на обработку ошибок. Допустим, если у вас страница, не знаю, контентная, да, страница, и посередине самый важный контент, который искал пользователь. И вдруг какая-то проблема с сервером, он не отвечает вам. И в таком случае отдавать ему страницу со всеми, ну, как бы, с этим схлопнутым блоком, но зато с погодой, там, не знаю, котировками и так далее, ну, как-то бессмысленно. Поэтому в этом случае, конечно, можно, например, вместо этого блока показывать какую-то ошибку и так далее. То есть это все можно настроить и обрабатывать. Вот. Ну, и про мой, как это, про мой боль, но которая решилась как-то очень легко, и я так очень рад этому. Как раз про сервис поиск по блогам. Там была такая задача. Нужно было отобразить на странице должно было делаться 5 запросов в различные API. Самая проблематичная зона была, это с зоной, ну, допустим, какой-то пост в блок, да, мы его должны показать. Вот. В нем есть там какая-то информация о пользователе, время, потом непосредственно сам пост, ну, здесь какая-то видюшка, и вот еще интересная кнопочка, это количество комментариев. Так вот, получалась следующая история. Когда мы делаем запрос в одной, ну, в одну ручку за данными, мы получали следующее. Мы получали данные про, что содержит пост, про время, и получали юзер ID, но не саму информацию про юзера, и получали пост ID, но не количество комментариев. Для того, чтобы получить юзер ID и, ну, как бы, не информацию о пользователе, и количество комментариев, нам нужно было сходить в еще две другие ручки. То есть, это другие хранилища, которые хранят информацию о пользователях и о комментариях насущных. Вот. Собственно говоря, ситуация осложнялась еще вот чем. На самом деле, на странице был еще вверху там запрос за данными, внизу запрос за данными. Потом делался один третий запрос, то есть эти три запроса я делал параллельно. Делался запрос за средней частью, в который приходило, ну, здесь у меня восемь влезло, а там приходило, по-моему, двенадцать вот таких вот постов, которые я показал. Теперь в каждом посте мне нужно было еще получить данные про юзера и про количество комментариев. Итого у меня двенадцать дополнительных запросов на получение информации о юзерах и двенадцать дополнительных запросов про получение информации о комментариях. Ну, как-то многовато, я подумал. Наверное, не стоит делать их сразу, вот, даже параллельно. Вот. Поэтому мы склеивали эти запросы. Как происходило? Когда мы получили данные о средней части, мы склеивали запросы. То есть, смотрите, BAMnoda сама знает, когда мы получили данные о средней части, она уже построила модельку вот этой вот карточки одной. И там у нее есть блок, назовем его блок-автор и блок-комментс. Блок-автор знает, что он получил уже ID юзера, а блок-комментариев получил ID поста. И они знают, что когда они получили эти данные, они говорят, хочу, вот так вот кричат, хочу, хочу получить информацию о пользователе. И блок, который знает, что его основная задача получения данных о пользователе, говорит, я тебя услышал. Все, он забрал от него пост ID, и здесь происходит волшебная магия, которая как бы встроена прямо в коробку этого всего. С одной стороны, казалось бы, что когда блок, например, получения данных автора, он получил ID-шник пользователя, он сразу же побежал, наверное, в какую-то ручку и говорит, давай, давай мне данные. И у нас получилось 12 параллельных запросов на получение данных. Но он так не делает, он молодец. Он ждет один тик, собирает при этом все запросы, которые только что пришли. Соответственно, мы получили 12 запросов на автора. Он собирает их в структуру, которую бакенд понимает, да, то есть там был массив из запросов. Отправляет это все в бакенд. Бакенд вернул ответ, опять же, массив из элементов про каждого юзера. При этом бемнода сама потом расшила эти запросы. И каждый из блоков получил непосредственно информацию только о своем авторе, а не как бы о всех. И не надо было потом распаршивать вот этот полученный массив на то, что так, вот этот блок забирает свой там какой-то кусочек, другой свой. То есть они все получили данные одновременно. И то же самое было абсолютно с комментариями. В принципе, это значительно сократило время. У меня получилось три параллельных запроса на получение верхней, средней и нижней части. И еще после этого последовательно шло два параллельных запроса на получение данных для пользователей комментариев. В принципе, нагрузка на сервис, ну не такая большая по меркам Яндекса, порядка там 300 тысяч человек в день. Вот, но как бы было приятно получить это из коробочки. Вот. Ну и, собственно говоря, еще пару слов хотел сказать про, опять же, возвращаясь про наши лендинг-пейджи. Бемнода позволяет, и в принципе сам по себе бемнода позволяет делать, ну назовем его, гибкий интерфейс, да, который очень легко менять. Очень часто это нужно и на обычных сайтах, и на лендинг-пейджах и так далее. Во-первых, например, на вашем сайте вы хотите сделать интерфейс, который будет меняться в зависимости от региона пользователя, от источника перехода. Разные рекламные объявления вы вывесили и проверяете, какой же лучший пользователь на какое объявление клюнут, и как они потом себя ведут на вашем сайте. С разных устройств пользователь заходит. Вы хотите каким-то образом модифицировать интерфейс, менять его и показывать разные данные для пользователей. Вторая большая тема для обсуждения конкретно вот про лендинг-пейджи, это обе-тестирование, да. Вы там, не знаю, в директе наклепали объявление порядка по тысяче и проверяете каждое слово, как же оно влияет на конверсию. Ну и, соответственно, вам нужно сделать кучу-кучу, получается, ваших лендингов, в которых будет, например, отличаться либо на какие-то блоки, либо как-то мимикрировать под тот запрос, который вы делали, там, объявление, которое вы делали в директе и так далее. И, соответственно, если вы думали, что вы вот такой вот обычный лендинг сможете, ну, как бы, на статических страницах сделать, ну, тогда потом мне расскажете, как вы будете поддерживать, там, более сотни этих страниц статических в актуальном состоянии. Вот. Ну, в общем, я надеюсь, вы уже все захотели попробовать его. И для того, чтобы попробовать, я вам пару ссылочек дам. Первую, опять же, да, как это, BAM-инфо, наше все. Если вы еще не знаете, что такое BAM, прошу сюда. Вот. И, собственно говоря, про непосредственно BAM-ноду. Кстати, тоже выложу презентацию, там вначале была ссылочка на StubProject, и еще вот здесь вот тоже про BAM-ноду. Качаем, заходим, смотрим, используем. Вот. Итого. Очень удобно, очень быстро можно поднять проект. Даже если вы супер-пупер BAM не знаете, я думаю, разобраться там можно будет. Вот. Из большущих плюсов, касаемо, в принципе, разработки, если говорить про разработку сайтов, то, что рендерится все на сервере, если вы хотите, поэтому у вас все индексируется. Если вы хотите, у вас рендерится все на клиенте, поэтому быстрая загрузка, single page application, вы на модной волне и, да, и можете считать себя, не знаю, хипстером, да? Вроде это сейчас так называется. Вот. Собственно говоря, из дополнительных плюшек это возможность работать с множеством различных API, параллельно запрашивать много, делать всяких запросов. При этом блоки сами знают, что они хотят получать. И BAM-нода распределяет на них те данные, которые они хотели. Вот. В общем, стильно, модно, молодежно, используйте. Всем спасибо. Надеюсь, было интересно. Вопросы? Да. Ну, вот есть, допустим, полимер, там, где Angular, Angular коллективы, но в чем это принципиально лучше? Я знаю, если это знакомо. Есть ли какие-то цифры, какая-то разница? А можешь мне рассказать, Angular будет и на сервере тоже строить все, да, и отдавать потом построенные, отрендеренные шаблоны? Или, наверное, нет? Ну, подожди, на сервере собирается, при этом, правильно я понимаю, что, допустим, если придет, не знаю, краулер Яндекса, Гугла или других поисковых систем, то сервер, он получит готовое, отрендеренное HTML с данными, и ему не нужен JS для интерпретации на клиенте, правильно? Ну, так можно сделать сильное желание. Хорошо, здесь, ну, я объясню, хорошо, здесь не нужно сильное желание, здесь можно просто взять и сделать. То есть, ну, если мы говорим про, вот, как бы, ну, назовем это, понимаешь, Angular, не знаю, там, допустим, React, это больше про вот реактивный дом, когда у вас не супер нужна индексация вашего сайта. Ну, да, тогда клево. Я на самом деле, честно, мне тоже нравятся, как бы, вот эти идеи, когда ты, там, пишешь пару строчек кода, и у тебя не нужно никакие ивенты навешивать, чтобы это все изменять, и интерфейс менялся очень легко и быстро, когда ты пишешь мало кода. Это клево. Но меня, честно говоря, достаточно сильно беспокоит вопрос по поводу индексации сайтов, вообще всех. Вот. И я очень жду того времени, когда поисковые системы будут хотя бы в базовом варианте интерпретацию JS делать, да, ну, то есть, вот он зашел на страницу, как бы, внутри запустил интерпретацию JS, получил вот этот вот HTML, и его будет уже, там, разбирать, записывать себе в базу и по нему искать. Это будет очень круто. На самом деле, к этому уже поисковые системы идут, это я точно знаю, вот, и, ну, скоро будет. То есть... Ну, то есть, это же проблема реализации сайта, то есть, проблема поисковой форме, может быть, что вообще вообще... Подожди, если ты, если на этом построены твои деньги, то это твоя первая очередная проблема, а то какой ты там фреймворк сделаешь, это вообще абсолютно... Ну, то есть, как бы, если раньше сайты делали на флэше, и, ну, они понимали, что это клево, красиво и так далее, но понимали, что, блин, поисковые системы не могут их индексировать, делась еще одна целая, ну, целый сайт разрабатывался, но статически, просто HTML с контентом, ну, то, наверное, это проблема, которую нужно как-то решать. Я понимаю, если вы делаете, например, какие-то, ну, аппликейшены, которые лежат за авторизацией, за логином, админки и еще что-то клевое, да, то, ну, вам абсолютно эта проблема, как бы, чужда, и, ну, и да, что, Angular пошел. Вот. Ну, то есть, там, там, как бы, решаются тоже похожие вопросы, и можно это использовать. Тем более, что если вы в этом постоянно, как бы, варитесь, вы знаете этих технологий, то, ну, да, что учить что-то другое. Ну, вот я объяснил какой-то большой плюс. Да, еще вопрос. Продолжая тему, о чем, вот, сейчас говорится, вот, конечно, типа, нам, ну, для сайта, для всего и тому подобное, используют, типа, патроны, шатроны, же, и тому подобные коммуники, которые специально для роботов генерируют, делают запросы, групплёгуют, типа, HTML. Насколько, как, ну, вот, для Яндекса, вот, для поисковых систем, такая вот система для, с их стороны, индексации таких сайтов, как они к этому могут запросить? Честно, не знаю. Я хоть в Яндексе и работаю, и даже в поиске работаю, насчет того, как именно поисковый робот относится к тому, что ему подменяют, как бы, контент, я честно не знаю. Я точно знаю, что если он подменяет контент на, ну, явно фейковый, да, образно говоря, ну, то есть ты заходишь, когда с включенным JS, у тебя один контент, например, не знаю, там, ну, допустим, ты книги продаёшь, да, и у тебя там какая-то продажа книг. А когда ты, ну, красивая продажа книг, да, а когда ты отключаешь JS, у тебя выдаётся вот там от фантома JS, там, книги, книги, бесплатно скачать без SMS регистрации и так далее, то есть, ну, короче, контент, который явно отличается, то это уже, ну, я не помню, как оно умным словом называется, ну, типа, это подмена контента, это мошенничество с поисковой системой, с поисковым роботом, тебя просто могут за это забанить. Ну, то есть, вот, это точно я знаю, что, ну, лучше не рисковать. Я думаю, что если вдруг ты делаешь там как-то отдельно, генерируешь, то, может быть, это будет и нормально. Но если ты генерируешь то же самое, тогда у меня сразу вопрос, а почему тогда генерируется только для роботов, а что пользователям не отдавать там в первом запросе, это, ну. А, стильный модно-молодежный, хорошо, ну, окей. Да, ещё, да. Давай начну со второго вопроса, он мне ближе. Там, про тот, там, чуть-чуть посложнее разгугольствовать. Чем отличается? Тем, что ты не можешь перенести блок просто так. Каскад – это всегда зависимость от контекста. Каскад – это контекст на зависимость изначально, она сама так, ну, как бы, построена. В BEM-е идея в том, что ты можешь блок изначально, ну, это изначально строилась идея от ANB, абсолютно независимых блоков. Сейчас BEM, ну, не совсем абсолютно независимые блоки, но они стараются быть максимально автономными. Если вы видели, может быть, на сайтах на Новый год встречаются вверху такие шарики красивые, и на них кликаешь – музычка играет. Кто-нибудь видел? Ну, вот есть пароль. Это сделали в Яндекс.Почте, сделали таким отдельным блоком. Его прям вот таким блоком стырили, и давай клонировать по сайтам. И самое клевое, что его вставлять – одно удовольствие, ты просто вставил, и он работает. Тебе все равно, какие были там стили у кого-то на сайте и так далее. Он в любом окружении работает отлично, потому что на него не влияет абсолютно внешнее окружение. Соответственно, как бы переносы, модификации и прочее с каскадом – это опасно. А без каскада удобно. Но это все равно нужно какой-то reset CSS? Нет, не всегда нужен reset CSS. У нас был reset CSS, потом мы поняли, что это долго, это замедляет рендеринг страницы, и поэтому может быть reset, но желательно, чтобы reset был, в принципе, у каждого блока свой. То есть, ну, когда мы разрабатываем, например, сервисы Яндекса, мы понимаем, что у нас не будет там, не знаю, какой-нибудь body, там, background, red, important, ну, то есть там, такого не будет. Соответственно, мы можем заложиться на то, что такой упячки у нас, как бы, в принципе, не должно быть, и поэтому мы не resetим эти свойства. Но те свойства, которые, например, дефолтовые, допустим, у списка, да, то есть там эти буллеты, а мы хотим свои буллеты делать. Когда мы делаем список, мы их у себя в блоке берем и resetим. Не так, что мы вначале на звездочку фиганули там, все с resetting и так далее. Это долго работает, рендеринг от этого замедляется и отображается не очень красиво. Что касается твоего второго вопроса про модульность и так далее, я, честно говоря, там, в чем различие, я тебе даже сейчас не скажу. Ну, то есть, наверное, нужно обновить в памяти то, что там было. Ну, я скажу, что здесь оно работает. И самый главный момент в том, что в нашем случае модульность, она построена именно на базе методологии BAM. То есть, каждый модуль – это блок. Ну, вот, к примеру, у тебя есть блок шапка. В блоке шапка может быть еще несколько блоков. Например, логотип, например, меню. У меню могут быть элементы, там, это его, как бы, какие-то элементы. И, в принципе, кроме того, что ты пишешь таким же образом CSS, блок, элементы, модификаторы, ты пишешь таким же образом Node.js код. То есть, у тебя есть какой-то Priv.js, в котором рендерится, ну, назовем, рендерится, да, то есть, в котором строится BAM.json для шапки. В него ты подключаешь, например, блок-логотип. Блок-логотип ты можешь описывать в каком-то другом месте. Ну, то есть, в другом файле своем. Разнесение на вот такие вот структуры, во-первых, помогает нормально держать, как бы, в чистоте весь твой зоопарк блоков. Ты можешь всегда быстро найти его. Ну, и, в принципе, вообще, любое использование методологии, оно позволяет нормально разрабатываться. Это самый главный вопрос. Если у вас есть методология, то новых людей потом легко учить. Когда они приходят, говорят, ну, мы работаем по какой-то методологии. Ну, и то, окей, он почитал методологию, он теперь знает, как работать. А когда человек приходит, а разработка, в принципе, велась без методологии, то, ну, сейчас я тебе расскажу. И вот там вот этот стол загаженный, и он начинает рассказывать, где какой листик лежит. Ну, то есть, это как бы, ну, посложнее потом будет разобраться. Ну, как-то так. Вроде все.